Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Надеюсь, у вас всё хорошо. С текущим развитием технологии мы стали свидетелями больших достижений и невероятных открытий. Некоторыми примерами служат виртуальная и дополненная реальность, 3D-печать, AR-очки, питомца-роботы и многое другое. Мир готовится к технологиям нового поколения. Теперь наука также пытается заменить естественные процессы на искусственные, созданные человеком. Последней недавней попыткой является создание поколения искусственной матки. Да, вы всё правильно услышали. Компания под названием «Экто-Лайф» может вырастить около 30 тысяч младенцев ежегодно благодаря широкомасштабному и инновационному 50-летнему научному исследованию. Это затея Хошима Аль-Гаили, который является популяризатором науки и биотехнологом из Берлина. Его оборудование позволит парам зачать младенца и быть настоящими биологическими родителями. Это относится к бесплодным родителям, которые не могут иметь собственного потомства. Эти младенцы не только будут развиваться искусственно, но родители также смогут придать им желаемый внешний вид и преобразовать их характеристики. Субханаллах. Такие характеристики, как, например, цвет глаз, рост ребёнка, уровень интеллекта и так далее. Как будто это не ребёнок, а просто игрушка или товар, чьи параметры могут быть исправлены перед продажей покупателю. Технологии доступны, чтобы начать этот процесс, но этические ограничения пока что не позволяют воплотить эту идею в жизнь. Но мы ничего не можем сказать о будущем. Свят Аллах. Человек — это лучшее творение Аллаха. И теперь человек пытается сделать себя создателем человека. Это ещё один шаг к отказу от существования Бога. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране. «Воистину мы сотворили человека из эссенции глины. Потом мы поместили его каплей в надёжном месте. Потом мы создали из капли сгусток крови. Потом создали из сгустка крови разжёванный кусочек. Потом создали из этого кусочка кости. И потом облекли кости мясом. Потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, наилучший из творцов». В этом аяте Аллах, Свят Он и Велик, описал то, как Он создаёт человеческого ребёнка и сколько стадий для этого потребовалось. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, «Поистине, каждый из вас формируется во чреве матери своей в течение сорока дней в виде капли семени. Затем он столько же пребывает там в виде сгустка крови и ещё столько же в виде кусочка плоти. А затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух. И он получает веление записать четыре вещи. Удел человека, срок его жизни, его дела также, то счастливым он будет или злосчастным». Разве какая-то технология может совершить подобное? Мы все точно знаем, что созданное человеком всегда будет иметь недостатки, нежели этого хочет новый мировой порядок — создать людей, чей разум будет под контролем настолько, что они будут действовать согласно тому, как они запрограммированы. Это новая уловка шайтана или последователей Даджжали Антихриста. Время покажет, что же мы можем сделать со своей стороны. Мы должны держать себя и своих детей подальше от этих ловушек настолько, насколько мы можем. Мы должны стараться обучать своих детей и членов нашей семьи, быть всегда внимательными, чтобы не попасться на уловки шайтана, так как он всегда будет нашим врагом и будет пытаться навредить нам любым возможным способом. Ибли сказал, «За то, что ты совратил меня, я непременно засяду против них на твоем прямом пути, а затем я буду подходить к ним, впереди и сзади, справа и слева, и ты не найдешь большинство из них благодарными». Это было обещание шайтана Аллаху Святу и Велик, и он и не подумает сделать передышку вплоть до судного дня. Пусть Аллах Святу и Велик убережет нас от уловок шайтана. Аминь. На сегодня все, братья и сестры. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Напишите комментарии, свои мысли. Я с удовольствием их прочитаю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включите уведомления, делитесь этим видео с семьей и друзьями на следующего выпуска. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Я болею, из-за болезни попала в больницу. Я лежала там две недели, меня выписали, но я все равно болею. Я не могу идти в школу, потому что болею. У нас нет денег на лекарства. Моя мама сидит на инсульмине и не может ехать за лекарствами. Потому что у самой нет денег. Мы не можем одеть за тепло. Из-за этой зырости я заболела и лежала в больнице. Я хочу идти в школу, я не могу. Помогите нам, пожалуйста, ради Аллака. Идти вам не сложно. Мы вот тут спим, по нам бегают мыши. Из-за сырости вот. Вот из этих дыр выходят мыши. И бегают по нам, пока мы спим ночью. Мы спим тут. И бегают мыши. Мы боимся. Ночью не спим, потому что болеем. Мы хочем уже, чтобы вы хоть чуть-чуть нам помогли. Чтобы мы не спали на полу, чтобы у нас была диван. Чтобы мы спали на нем, на мягкой кровати. А мы спим на полу, на матрасах. Мы боимся ночью спать из-за мышей. Потому что они бегают от удала, снизу. Я боюсь мышей. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Мы вынуждены открыть этот сбор, так как семья в такой жуткий холод живут в сарае, где сыро и холодно. Маленькая Шамся тоже много раз переболела острой пневмонией. Мать тоже болеет сахарным диабетом, но инвалидности не имеет. Если у вас возникает вопрос, где отец? Отца нет у детей. Дети являлись наследниками дома, но родственники попросили освободить дом, где они проживали, так как они там не были прописаны. Семью поселили в сарае. В сарае нет мебели, никаких удобств. Дети спят на полу, где бегают крысы и мыши. Официальный благотворительный фонд САБР открывает экстренный сбор для семьи на закупку лекарств и улучшение жилищных условий. Реквизиты сбора указаны в описании под видео, а также на самом экране. Братья и сестры, не забывайте, что Аллах спросит нас, ведь мы видели, в каком положении живут наши братья и сестры мусульмане, но как же мы ответим перед Аллахом, если просто пройдем мимо? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова